Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» 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 Это весьма и весьма знаменательно, для нас очень важно, чтобы мы хранили этот день. Есть, конечно, особые дни памяти, правильные такие дни памяти, как его, который мы совершаем 19 декабря по новому стилю, или когда мы совершаем 22 мая по новому стилю перенесения его святых мощей. Сейчас стал праздноваться особенно Рождество святителя Николая, которое совершается 11 августа по новому стилю. Но для нас с вами, для тех, кто здесь, являются прихожанами этой обители, этого места, почитателями Казанской, о Божьей Матери и образа Казанской, почитателями священномучника Гермогена, для нас, конечно, этот праздник тоже должен быть особым, особым днем календаря. Этот 5 июля, по новому стилю, это день, когда святитель Николай через свой образ, и, вернее, Господь через образ святителя Николая оказал великое чудо и не дал людям, не дал быть разграбленным и убитым людям, которые усердно ему молились. Для нас это сегодня, в сегодняшнее время вообще очень и очень важно, потому что мы каждый день молимся о тех наших близких, которых мы не убили и не ранили, чтобы они живыми вернулись в наши дома, чтобы мир скорее наступил о нашей земле. И поэтому для нас этот праздник, этот день должен в это время особенно являться таким знаком милости Божией. Если будем твердо верить и уповать на Бога и на Его святых угодников и на предстательство Богородицы за нас грешных, то, конечно, Господь не может не услышать. Поэтому будем стараться это делать каждый день усердно, какую-то и каждую ночь, чтобы мы молились усердно и призывали в помощь Богородицу и святителя Николая и всех великих Божьих угодников. Я думаю, что среди вас не найдется человек, который не хотел бы, чтобы этот храм восстановился. Поэтому вот давайте молитесь святителю Николаю каждый день. Молитесь ему и будем верить, что Господь сделает так, что этот храм вернется к жизни, как и вся эта обитель. Потому что просто, наверное, проще, как бы ни было трудно, но проще восстановить стены, чем вдохнуть в них жизнь. Но вот как в Казанский собор, как будто он все время здесь стоял. И мы сюда приходим, это великая милость Божия, благодарим Бога и добрых людей, которые восстановили этот храм. Благодарим митрополита Анастасия, который старался к этому, прилагал к этому большие усилия. Благодарим владыку митрополита Феофана, Царство ему Небесное, который пробил это решение. Наш руководитель, наш президент, наш Раис Рустам Маргаревич Миниханов со своими близкими людьми принял это решение и восстановил этот замечательный собор, который является красотой нашего города и вообще русской земли. Будем это ценить и помнить. И помните о том, что всегда найдутся те люди, которые придут и помогут нам, слабым и немощным. Но только должна у нас быть не немощная, а действительно сильная молитва, обращенная к Богу, к Его святым угодникам. Поэтому давайте, кто хочет, чтобы храм свидетель Николая восстановился, будем читать ему Акафис, молиться каждый день. Каждый день. Можно, например, пока тепло, приходить сюда и прямо вот здесь пробивать ему тропарь и читать молитву ему. Поэтому давайте так договоримся. Каждый в любое время, когда желает, приходит, молится, идет дальше по своим делам. А сейчас мы придем, давайте, к нашей заступнице усердной, рода христианского, помолимся Благородице и призовем ее в помощь для нашей жизни и для спасения всех тех людей, кто сегодня в этом очень и очень нуждается. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok